Всем привет, с вами Андрей и сегодня мы поиграем в Genshin Impact, ну точнее не совсем поиграем, мы займемся тем, что будем призывать Казуху, да, лучшего персонажа этой игры. Как видите, у меня есть 300 молитв, а это значит, что я по-любому его получу, я не собираюсь его качать там до мега-мега кастрономических чисел, просто С0 Казуха и это уже будет хорошо. Но, чтобы все прошло замечательно и даже лучше, надо сделать некоторую подготовочку. Во-первых, нужно пройти тестовый забег, ну как бы я его прошел, но надо пройти его еще разочек, просто чтобы Казуха обратил на меня внимание, и чтобы вы убедились, насколько этот персонаж хорош. Итак, ну он конечно же может резать людей и хиличурлов ножом, но самое главное это его способность ешечка, взлетать вверх и падать. Теперь я слайм. Уйдушь. Влетаешь и падаешь. Веселье. Именно такое веселье позволяет ему быть очень веселым персонажем. Ну и все умерли. И что случилось? Ничего не случилось. Покинем. Кидаем подземелье. В этой игре слишком много хороших персонажей. Есть Жин Ли, который делает вашу команду неуязвимой. Кто еще есть? Кто еще есть? Есть Гань Ю, который может застрелять из базуки и уничтожать все живое. Есть конечно же Сяо, который прыгает как кузнечик и тоже всех убивает. Ну убивать мы можем всех. А вот убивать с комфортом, для этого нужны аниме персонажи, такие как Казуха. Итак, во-вторых, поскольку Казуха все-таки кузнец, надо что-нибудь сковать. И не какую-нибудь там обычную руду, которая у меня наковалась. А что-то более эффективное. То, что пойдет именно Казухе. А знаете, что пойдет Казухе? Мечное мастерство стихий. Стальное жало. Поэтому сделаем его. Сделаем его несколько раз. Потому что можем. Очередь. Ну, там же 10 секундочек должно быть быстро. Так, завершено, завершено. Получить. Давай мне все эти мечи. Так, кто у нас с оружием сменить? Улучшить. Пробудить. Так. Снимаем блок, снимаем блок, снимаем блок. Повышаем сразу до максимального ранга, какой только можно. Мне надо еще там сделать один. Так, ну да, нужно еще один меч такой сковать. Не будем стесняться. Скуем. Ну, мы же хотим лучшего для нашего Казухи. Поэтому, тем более, благо, мечей хватает. Со временем нафармилось их много. Да, терпение и труд. И все получится. Отлично. Пятый меч. А значит... А значит, нам уже нечего бояться. Так, пробудить. Ранг 4, но нам нужен ранг 5. Поэтому, пожалуйста. Вот, заряженное жало. Максимальный уровень. Теперь, чтобы ему было интереснее Казухи приходить к мне, возьмем Бейдоу, потому что они, друзья-товарищи, плавали вместе. Побеждали морских чудовищ Райден, которая убила его близкого друга. Печально, конечно, но... Более-менее отомстить ему удалось. И раз уж мы говорим тут о всяких королевах и мести, то, конечно же, нельзя забыть про Эолу. Месть будет ее. Плюс она работает со стилем. Разве можно забыть о стиле, когда призываешь Казуху? Итак, мы сделали все, что могли. Теперь заходим в молитву. Смотрим историю. Как вы видите, в последний раз это где-то было давным-давно. 11 попыток с тех пор произошло. После моей последней золотой выпадения. Так что, либо Казуха выпадет сразу же, что было бы неплохо на 12-й раз, либо он выпадет в худшем случае где-то на 180-й. Ну, помолясь, пойдем. И он выпадает, да? Конечно же, синий это всякий мусор, фиолетовый это четвертый уровень, но мы-то ищем золотое, так что надеемся. Надеемся и ждем, что он выпадет, и я сэкономлю кучу, кучу молитв. Но то, что уже сейчас выпала золотое, это уже сэкономилось. Но тут 50 на 50 шансы выпадет либо он, либо кто-то попроще из стандартных золотых персонажей. Все еще золотых, но все еще стандартных. И это выпала Мона. Что ж, Мона это, конечно, хорошо, но зато Хейдзе выпал. В принципе, он приятель и друг нашего пацана, поэтому мы возьмем это. Мы возьмем и обрадуемся. Ну что ж, в истории, конечно же, не обновилось, но 11. Теперь у меня с 21. Ну хотя, как можно сказать 21? Один. Потому что выпала золотая, а потом сброс, как говорится, с обычного гаранта. Гарант это, если меня очень будет не везти, и казуха не будет выпадать, то на 90-ю попытку он выпадет 100%. Просто вот, как бы я ни старался, на 90-ю попытку он выпадет. Но, скорее всего, он выпадет где-то на 75-80, потому что там такая вот псевдо-гарант, который более-менее. Но мне-то хотелось бы, чтобы он выпал сразу сейчас. Но вроде бы, вроде бы работает. Метод. Кузнец, команда, поэтому продолжаем. Так, четырехзвездочная. Не то, что нам нужно. Поэтому пролистываем, пролистываем. И самый бесполезный дождерез. То есть, ну, он просто бесполезный. И только одна четырехзвездочная финал. Давайте хейт золота вот этого. Давайте. Он же новый персонаж. Его я тоже не откажусь. На, там уже отказуха. Что ж, 11 молитв сделали. Это уже 21-я попытка. Мингуан. Ну что ж, она, видимо, пришла к подруге. Эх, только одна. Только одна четырехзвездочная фигура. Этого маловато. Ну что ж, 31. И все еще мне повезло. Как же грустно-то. Хейт золу. Тебя тоже бы хотелось побольше, но, видимо, ты ленишься, приходи. Давай. Ну, почему мне не дают персонажи? Мне дают все какое-то оружие. Дракониры вроде бы неплохо, но я-то здесь ради персонажей. Оружие дело наживное. Ну что ж, 41. Хватит теперь. Давай, казуха, возвращайся и заканчиваем это все. Нет, видимо, все еще нет. Вот. Вот это Сиканои хейт зол. Хорошо. Это неплохо. Вдруг я захочу им поиграть. Четырехзвездочные персонажи желательно иметь прокачанный до упора. А для этого их нужно выбить не один раз, не два, а штук семь там. То есть нулевой и еще плюс шесть на созвездном. С пятизвездочными тоже так можно сделать. Выбить его и еще плюс шесть. Но это дело золотых и богатых людей. Чего мы себе позволить не можем. Мы копим дружно и мирно. Итак, сколько это уже? 41 или 51? Немножечко сбился со счета, но нингуанг это не то, что мне хотелось. Дубины переговоров меч драконий. Но поскольку она выпала первой, возможно на последок этой десяточке мне еще что-нибудь выпадет. А может быть и нет. а может быть и нет. они жучатся? Не хотят мне давать. Давай, Кадзуха, выходи. Выходи домой. И все еще это 50-60. Песень стран... И опять же оружие. Где персонажи, люди? Почему так все грустно? Ну вот это уже хорошо. Это уже третья хейдзо. из семи возможных. Давайте еще -то четыре. А? Нет? Ага. Ну хотя бы две фигуры. Но то, что мне все время оружие дают. Давайте персонажи. в селе. Итак, мы уже подходим к такому мягкому гаранту. Подходим, но не дошли до него. Это грусть-тоска. хейдзо, выходи. А то когда я выбью кодзуху, я прекращу. Отлично. Отлично. И еще вдвойне круче. Вот так бы каждый раз. Давайте еще что-то. Два хейдзо. Воздуха добавить это никогда не помешает. О, тунг. Все это в созвездии. Ну что ж, там уже где-то будет 70-80 раз, и возможно сейчас будет гарантирование. Видишь, я до 70. Это будет 80. И да, и да, золотая. Ну что ж, это значит где-то 72, 73, 74. Меч колгол. По-моему, еще более бесполезный меч, чем дождерез. В общем, грустно. Закидали меня оружием. И вот он, Кайдехара Кадзуха. На 75-й раз он, как я понимаю, выпал. Неплохо. Но мог, конечно, и раньше. Хорошо, хотя бы Мона пришла пораньше и сэкономила мне много-много. Ну, 60 молитв буквально сэкономила. А вот ты не стал мне экономить. Пришел напоследок. Может быть, еще один? Давайте еще от одного. Почему нет? Мечи драконьей крови. Ну, ладно. Оружейный баннер оказывается, да? Ну, что ж, я потратил 90 молитв. и таки выбил его. Посмотрим. Так. Бейдоу, ты привлекала одну нингуана. хранзуха, оружие. Что у тебя за мусор какой-то? Тупой меч. Тебе не нужен тупой меч, тебе нужно остальное жало, мастерство стихии. Артефакты. Какие бы тебе артефакты дать? Тебе нужно что-то из разряда мастерства стихии от сахароза заберем. Она наверняка не будет против. Или будет? Не знаю. Так, дайте мне мастерство стихии. О, да, от сахарозы. Отдай. И тут шапка. Надей. Так, мастерство стихии. Далее уровень. Где там сахароза или кто-нибудь? Кто хочет поделиться с ним? Никто? Изумрудная тень. Это в любом случае лучший который артефакт для него, поэтому его и надевай. И тут конечно же тоже от сахароза непрокаченная цветочек. Какой-нибудь цветочек потом ему дадим. Ну что ж, мастерство стихии уже 513. Он уже может делать красоту, делать затягивания. И на этом я, пожалуй, скажу вам все. Если вам понравился этот призыв, этот метод по призыву к Адзухе, более-менее он работает серединка наполовинку. Возможно Юла была лишней, но как она может быть лишней? Она не может быть лишней, вы посмотрите на нее. Правильно? Правильно. Поэтому ставьте лайк, пишите комментарии, возможно я выпущу еще одно видео, как мы будем проходить летнее морское путешествие. Все-таки оно началось, надо его тоже пройти. А на этом я прощаюсь, всем спасибо, всем пока.